Такие топоры использовали 5-7 тысяч лет назад. Наверное, все-таки без железной насадки. Сначала это был деревянный клин. Это камень. А это камень? А это камень, не железный? А, смотри, куст. Этим топором, говорят археологи, 3 часа дрова кололи, выдержал. А на коньках 17 века по льду катались, едут. Все это находки, сделанные на раскопах, как в области, так и по всей стране. Но экспериментальная археология – лишь одно из направлений центра, рассказывают главе региона во время короткой экскурсии. Главное внимание отдано туризму. Катамараны, лодки, палатки, спальники. В общем, все то, без чего невозможен детский туризм и, в принципе, и туризм вообще. Сейчас в областном центре туризма занимается около 170 детей. Многие отстаивают честь Вологодчины на российских соревнованиях. А среди педагогов – сплошь кандидаты и мастера спорта. И даже два снежных барса. Это звание носят те, кто покорил все семитысячники бывшего Советского Союза. Правда, в этом здании на улице Путейской воспитанники центра не бывают. Даже для них, опытных туристов, это опасно. Образовательная деятельность в этом здании не ведется, потому что на 2009 год здание имеет 75% износа. То есть признан во время. Да, и в нем запрещено ведение образовательной деятельности. В том числе и по этой причине возник вопрос о передаче на баланс города четырех областных учреждений доп. образования. Речь идет об этом центре туризма, а также центре спортивно-массовой работы, станции юных натуралистов и центре дополнительного образования на улице Чернышевского. В них занимаются в подавляющем большинстве городские дети. Потому глава Вологды и предложил взять учреждение под городское крыло. Несколько месяцев спорный вопрос изучала рабочая группа. И вот сегодня решение принято. Городу передали здание. Городу передаем объединение детей Вологды. Естественно, педагоги, которые до образования детей, которые работают из Вологды с детьми вологодскими, они тоже передаются Вологде. Как уверяют областные и городские власти, это не ущемит ничьих интересов. Педагоги останутся на местах, дети будут продолжать занятия и средства на содержание центров город найдет. С каждым годом мы наращиваем финансовый источник, который вкладывается в систему дополнительного образования. И ни в коем случае не допустим ни снижения контингента, ни сворачивать те отделения функциональные, которые имеют место быть. Более того, этот вопрос стал стартом масштабной дискуссии о будущем дополнительного образования на Вологодчине. Уже в 2013 году должна быть разработана четкая концепция. Это требование Федерации. Губернатор сегодня предложил создать единый центр, который будет координировать работу кружков и секций по всем районам. Мы должны создать системообразующий центр по дополнительному образованию наших детей, который бы осуществлял функции заказчика государственного заказа, который бы осуществлял методологические функции, который бы взял на себя расходы на проведение мероприятий, на соревнования, содержание сборных команд, сборных команд Волгодской области, селекты отбор наиболее одаренных детей. Не до конца решенным сегодня остался только один вопрос. Куда же переедет из этого в крайней степени аварийного здания центр детско-юношеского туризма? Губернатор сегодня поручил подобрать для туристов другое помещение. Новый адрес станет известен через месяц. Мария Помилова, Игорь Трифонов, Новости Вологды.